Ну что, дорогие друзья, мексиканец Сауль Канело Альварес ожидаемо стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, победив Кальбо Планто нокаутом в одиннадцатом раунде. Сегодня разбираем этот поединок. Вы смотрите пробок с Вадимом Гринихом. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Поехали! Для начала пара слов о счете боя. А то я смотрю, в интернете уже стали появляться комментарии, что, мол, бой-то был равным, чуть ли не план там выигрывал, особенно если посмотреть трансляцию британского телевидения. Я, не зная, как у вас, ребята, у меня лично получилось следующим образом. Я бой смотрел без звука, соответственно, на меня комментарии тех людей, которые бой этот комментировали, соответственно, никак не могли повлиять. У меня получилось из полных десяти раундов Плант выиграл три, ну максимум четыре раунда. Все остальное было при доминировании Альвареса. И еще один момент. Не будем забывать, что Плант владеет поясом организации IBF и по их правилам в профессиональном боксе, в профессиональном бою имеется в виду, побеждает тот боксер, который доносит более тяжелые попадания, который доносит более такой серьезный урон сопернику. Если посмотреть на весь рисунок боя, то Плант доносил такие более легкие удары, их было, конечно же, больше, да, и это показывает, опять же, статистика этого поединка. Но попадания Альвареса были ощутимее, жестче, что позволяло ему выглядеть в глазах судей гораздо более выигрышно. Поэтому я считаю, что те оценки, которые выставили боковые арбитры, они, ну, соответствуют тому, той ситуации, да, которая происходила в ринге. Теперь, собственно говоря, о той ситуации, которая происходила в ринге, да. Первый раунд Альварес ожидаемо отдал, да, чтобы посмотреть, что может его соперник в нападении и в защите. Плант много двигался, работал передней рукой, опять же, ожидаемо. И в его действиях была такая вот нервозность, наверное, некая дерганность, да, было видно, что он боится пропустить удар. Со второго раунда Альварес уже начал доносить свои удары. И вообще хочется отметить, что на протяжении всего рисунка боя Альварес пользовался двумя комбинациями, и они повторялись из раза в раз. Если первая была довольно-таки ожидаемой, да, это тот самый сдвоенный левый боковой, потому что, как заметил мой коллега с канала Лаборатория Бокса Андрей Усачев, Плант держит руку правую вот здесь вот, то есть таким вот образом открывая свой, вот эту вот, вот эту часть, да, подбородка под левый боковой. Если он руку правую не успевает сместить вот сюда, то, соответственно, этот левый боковой прилетает по месту. Поэтому Альварес очень часто этим пользовался, сдваивая боковой, пробивая его в двух различных вариациях, то есть это левый в корпус, левый в голову, либо два подряд левых в голову. Ну а вторая комбинация была намного интереснее, и чтобы нам с вами о ней поговорить, нужно вернуться к истокам, к защитной стойке, которую исповедует Кали Плант. Называется она Шолдер Ролл. В чем ее особенность? Правая рука у нас находится у челюсти с этой стороны, левая плечо поднятая закрывает подбородок с вот этой стороны, левая рука, опущенная вниз, закрывает живот, а правый локоть, прижатый плотно к корпусу, защищает печень. Каким образом происходит защита в этой стойке? Ну, собственно говоря, из названия уже понятно, что Шолдер это плечи, Ролл это крутить. Таким образом, за счет поворотов плеч, мы с вами производим защитные действия. Но у этой стойки есть определенные проблемы. И, собственно говоря, практически все боксеры, кроме Флойда Мейвезера, с ней сталкивались. Если мы вовремя не успеваем оттянуться назад, либо поднять левое плечо, мы пропускаем прямые удары в голову. Кроме того, учитывая, что у нас вот здесь вот есть дырочка, можно пропускать здесь боковые удары в солнечное сплетение и в грудь, что Сауль Айварес на протяжении всего боя использовал. Так вот, в чем заключалась особенность той самой комбинации? Как можно нивелировать вот эти вот недостатки, да, с прямыми ударами? Часто американские боксеры прибегают к следующему приему. Если они не успевают поднять плечо, они просто ныряют вниз. И таким вот образом, находясь вот в этом положении, они закрыты максимально от удара. Если, допустим, попытаться поднять его резко снизу апперкотом, он отклоняется назад, возвращаясь в исходное положение, удар пролетает мимо. Что делал Айварес? Он, когда Плант нырял вниз, у него оставалось всего лишь одно незакрытое место. И это место находится вот здесь, вот в правом боку. Айварес в этот момент пробивал такой вот полупрямой, полубоковой такой по дуге. В Советском Союзе этот удар, наверное, назвали бокочергой, да. Пробивал ему вот сюда жестко в корпус, затем следовал боковой, и далее либо правой прямой, либо еще один боковой. И вот таким вот образом, вот этими вот двумя комбинациями Айварес пользовался на протяжении практически всего боя. При этом минимум джебов, опять же, по причине той самой стойки и шолдер ролл. То есть Плант неплохо защищается плечом и постоянно ныряет вниз. Поэтому джебов было практически минимально. И вот, вот эта вот однообразность в действиях Айвареса на самом деле мне не понравилась. То есть, и вы хотите сказать, что вот это вот, ну, боец паунт-фа-паунт номер один в мире? То есть, две комбинации всего лишь за бой, которыми он попытался вскрыть защиту своего соперника? А как же финты, да, как же отбивание рук, отсушивание, что мы видели с вами в других боях? Куда это все подевалось? Вот в этом бою почему-то этого всего не было. То есть, того вау-эффекта, который мы с вами испытали в боях с тем же Калломом Смитом и с тем же Билли Джо Сондерсом, да, здесь не было. То есть, Айварес выглядел, ну, на мой взгляд, хуже, чем он выглядел в других боях. И это даже в определенный момент времени мне позволило подумать о том, что у Дмитрия Бивола в бою с ним могут быть какие-то шансы. Еще хочется отметить, что в этом бою у меня уже в первом раунде сложилась некоторая такая, ну, предрешенность результата, что ли. Я назову это так. Потому что, когда Айварес выставил перчатку, планту в лицо, да, и зафиксировал его голову таким вот образом, и рефери никаким образом не прокомментировал это действие, да, не остановил поединок, там, не сделал замечание, все сразу стало понятно. Как только дальше Канело стал локтями отгибать планту в голову, тоже стало понятно, что, как бы, он не будет вмешиваться, и никаким образом пресекать вот эти вот грязные действия Канело Айвареса не будет. Но это сделал через некоторое время сам плант, потому что, как только Канело стал выставлять эту перчатку ему в лицо, да, и пытаться фиксировать голову, соответственно, он открывался вот в этой области, и план сразу же пробивал правой прямой. Ну, и не так часто стал у Канело после этого это техническое движение повторять. При этом, вот, еще один момент хочу заметить, что прессинг Айвареса, да, он, ну, настолько он, как бы, выматывает, и вот выматывает эти удары по корпусу, что уже начиная с третьего раунда, плант стал задерживаться у канатов, да, и вступать с Айваресом в размены. Что, конечно же, было, ну, наверное, неправильным. Если вот судить с точки зрения той стратегии, которую ему прививал Андре Ворд, а мы с вами говорили об этом в прогнозе, да, в финальном прогнозе на этот бой, что движение это все-таки ключ победы, и нужно было все-таки стараться больше двигаться. Но, опять же, это все легко на словах, это все легко быть диванным экспертом. В реальном бою, когда на тебя обрушивается такой прессинг и такое количество ударов по корпусу, ты волей-неволей, ты встанешь и ты будешь драться. Без вариантов. Единственный боксер на данный момент, кому, наверное, двое боксеров, кому это удалось сделать, да, проделать это с Айваресом, не вступая в эти размены, постоянно, как бы, колеся по рингу, это были Эрис Ландилара и Флойд Мэйвезер-младший. Ну и, собственно говоря, итог этого боя получился, каким мы с вами его и предсказывали, да, что все-таки во второй половине боя, в поздних раундах, Айварес дожмет планта. И дожать ему удалось его за счет того же самого левого бокового, которого он нанес не в защищенную часть головы. Ну и дальше давайте мы с вами пофантазируем, да, что ждет Айвареса дальше, потому что он все-таки взял самую высокую высоту в боксе, да, звание абсолютного чемпиона получил. Что его может ждать дальше? Ну, во-первых, если говорить о втором среднем весе, то там остался непобежденным один боксер, которого все сватают Айваресу и про которого говорят, что он может доставить Айваресу много проблем. Это Давид Бенавидес. Но с ним есть один маленький вопрос. У него в последнее время есть проблемы со сгонкой веса. То есть вполне возможно, что ему будет очень тяжело сделать лимит второго среднего веса, и, соответственно, этот бой не состоится. Хотя было бы любопытно взглянуть. Кроме того, есть третий бой с Геннадием Головкиным. Но я, как один из почитателей таланта Triple G, не хотел бы этого боя, потому что, ну, все-таки Геннадий возрастной боец, Айварес сейчас находится на пике. Ну, на мой взгляд, ни к чему хорошему этот бой не приведет. Хотя он принесет обоим боксерам деньги. Солидные деньги. Но в случае Геннадия, я думаю, что он может получить в этом бою такой урон, что никакие деньги ему уже будут, как говорится, не в милость. Он может пойти в полутяжелый вес и там начать собирать, ну, как собирать, покупать пояса, да? То есть, кто у нас там? У нас там Дмитрий Бивол, у которого солидные перерывы между боями. И довольно-таки длительное время уже не было серьезной оппозиции. Проходила информация до боя с Калибоплантом, что он собирался загнать Дмитрия в лимит ниже полутяжелой весовой категории. А я напоминаю, что Дмитрий сейчас гоняет с 90 килограммов. Для него это была бы весогонка очень серьезной. Поэтому я думаю, что фаворитом, и явным причем фаворитом в этом бою, был бы все-таки Канело Альварес. Артур Бетербиев. Это самый опасный бой для него в полутяжелом весе, на мой взгляд. Напомню, Бетербиев владеет двумя поясами. По версии АБФ и по версии WBC. Но Артур тоже стареет. Но пока что, на мой взгляд, в его навыках и в его действиях не прослеживается какого-то спада. При этом он все еще мощный, активный. То есть у него спортивное долголетие до сих пор сохраняется. И есть еще чемпион WBO Джо Смит. Которому я думаю, что если Альварес завтра посветит чеком, то Смит выступит даже на коротком уведомлении и продаст свой пояс без всяких проблем. Есть еще также мексиканский левша Хильберто Зурдо Рамирес. Очень высокий, плотный такой, сбитый, техничный для этой весовой категории. С малым количеством любительского опыта. В основном с большим количеством боев. Но в принципе у него серьезной оппозиции-то не было. И мне кажется, что для Альвареса это будет очередной такой подарок. Но при этом эти двое, мне кажется, если провести этот поединок в Мексике, соберут неплохую кассу. И таким образом у Альвареса сейчас вин-вин ситуация. По идее, во втором среднем весе соперников уже не осталось. Два, с которыми он может сразиться. Один бой потенциально опасный с Бенавидесом. Ну и в полутяжелом весе, в принципе, очень такая удобная ситуация. Один стареет, второй без боев, третий удобен просто ему со всех сторон. Что выберет Альварес, мы с вами узнаем совсем скоро. Ну а у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте поставить лайк и написать комментарий. Ну а мы с вами увидимся в следующих выпусках. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!